Здравствуйте, это программа Город Эсс и я Елена Черневская. Сегодня в сферу деятельности и внимания коллекторских агентств попадает все больше граждан. Однако при взыскании долгов коллекторы не всегда действуют правомерно. Столкновение с коллекторскими службами чаще всего несет в себе негатив и действия их сотрудников не всегда легальны. Контроль за деятельностью коллекторских агентств как раз входит в сферу ответственности судебных приставов. Предлагаю разобраться, какие полномочия у коллекторов и что делать, если они нарушают закон, ну а моя гостья в этом поможет. Алла Иванова, заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Главного управления Федеральной службы судебных приставов России Самарской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и прежде чем мы начнем с вами разговор на заданную тему, я прошу вас вот таким простым языком объяснить гражданам, что же нужно сегодня знать им о коллекторах и о коллекторских агентствах. Работу в части надзора за коллекторскими организациями Федеральной службы судебных приставов осуществляется с 2017 года. Все профессиональные коллекторы, если говоря простым языком, включены в обязательный единый государственный реестр. С государственным реестром можно ознакомиться на сайте Федеральной службы судебных приставов. Это те организации, те коллекторы, которые имеют право официально вести свою деятельность, они включены в реестр. На территории Самарской области таких организаций на данный момент 10. Они все включены в Федеральную службу судебных приставов в реестр и осуществляют свою деятельность в соответствии с 230 федеральным законом, который регулирует взаимодействие и порядок осуществления своей деятельности коллекторов с гражданами. Да, ну давайте представим такую жизненную ситуацию, что когда вдруг звонят коллекторы гражданам, граждане же ведь не все вот так юридически подкованы и знают, что эта организация официально включена в реестр. А может быть это звонят мошенники, а может это звонит совершенно не зарегистрированная в этом реестре организации. Как понять, что тебе действительно звонят коллекторы? Прежде всего коллекторская организация, либо микрофинансовая организация, осуществляющая деятельность по возврату просроченной задолженности, должны гражданину представиться полностью свое наименование, фамилии, имя, отчество специалиста, предупредить о том, что ведется аудиозапись разговоров. Если же эти требования не соблюдаются, то гражданин должен уточнить, кто ему звонит, чтобы в будущем проверить, состоит ли данная организация в реестре. Ну то есть записать название, да? Проще говоря, или запомнить. Ну а вообще коллекторы же не будут звонить просто так гражданам, которые не брали долги или не брали деньги в микрофинансовых организациях. Вот рассмотрим, давайте все варианты. Вот мне, к примеру, да, у меня нет долгов и мне коллекторы не звонят. Ну а если вдруг поступит такой звонок, я сразу буду предполагать, что это мошенники? Или я не провал? Нет, не всегда. Мы в своей практике встречаемся с такими случаями, как когда юридическое лицо звонит третьим лицам. Так. В каких случаях это бывает? Объясните. Если есть у нас согласие должника на взаимодействие с третьими лицами, и если нет не согласие выраженного третьим лицом, то есть если номер телефона контактный, вдруг должник указал как контактный номер телефона третьего лица для связи, либо как какой-то свой дополнительный, и третьему лицу начинают поступать телефонные звонки, то, как правило, третье лицо выражает несогласие, говорит, что я не должник, мне звонить не надо. На что организация должна прекратить звонить. Прекратить такие звонки. Ну а разве третье лицо не должно давать согласие изначально, когда, к примеру, указывают его контакт в качестве третьего лица? Ну вот как раз таки это и выясняется, когда юридическое лицо уже звонит с просьбой передать какому-то третьему лицу информацию о должнике, ему третье лицо выражает несогласие. Да. Хорошо. Есть такой термин профессиональные взыскатели. Разъясните, пожалуйста, кто это такие? Профессиональные взыскатели это как раз таки те юридические лица, которые у нас включены в наш реестр. Кроме того, в нововведениях с февраля, с 1 февраля 2024 года у нас вводятся изменения, у нас будет отдельный перечень микрофинансовых, микрокредитных организаций и кредитных организаций, то есть банков. Так. У нас будет отдельный перечень, мы будем ввести и они также будут подчиняться требованиям нашего контроля надзорного органа. Но ведь судебные приставы тоже взыскивают деньги и взыскивают долги. Вы, получается, тоже профессиональные взыскатели, профессиональные сообщества. Ведь вы тоже делаете это профессионально? Нет, мы завещаем интересы граждан. Поэтому нет, не профессиональные взыскатели. Скажите, сколько организаций, занимающихся как раз профессиональным взысканием долгов, зарегистрировано в Самарской области сегодня? Вы, по-моему, сказали, да, это цифра 10. И давайте поподробнее, где можно ознакомиться с их перечнем, ну прям вот, чтобы просто зайти и узнать, они в открытом доступе для граждан? Да, перечень полный всех организаций, которые включены на территории Российской Федерации, выложен на сайте Федеральной службы судебных приставов в доступе в полном, свободном для граждан. У нас на территории 10 профессиональных коллекторских организаций, которые осуществляют свою деятельность согласно законодательству по возврату просроченной задолженности. Скажите, планируется какие-то новшества вот в части как раз профессиональных взыскателей? Может быть, есть какая-то информация, которая вот ближайшее время будет актуальна, и ее сейчас нужно озвучить гражданам? Да, вносят изменения в порядок взаимодействия. Теперь граждане могут взаимодействовать с юридическим лицом, с коллекторами через адвоката, только через адвоката. Адвокат должен состоять в официальном реестре адвокатской деятельности, все это будет проверяться при поступлении заявления от должника. Также следует учитывать, что в законе появляется новое понятие как интеллектуальный агент. То есть раньше это были роботы-коллекторы, интеллектуальные помощники, взаимодействие которых не регулировалось законодательством. Мы складывали судебную практику из того, что выявляли. То есть федеральным законодательством интеллектуальный агент не был закреплен, и телефонные звонки могли осуществляться 10 раз, 20 раз, 50 раз. Роботом? Да. У нас были случаи привлечения к административной ответственности, когда должнику звонили более 60 раз в месяц. Мы привлекли к административной ответственности и взыскали штраф. Организацию? Да, кредитную организацию. Теперь интеллектуальный агент приравнивается к взаимодействию. Частота такая же, как у телефонных переговоров. Кроме того, у подключенного интеллектуального агента должна быть возможность переключения должника на специалиста. Это обязательное требование в законодательстве. То есть если гражданин не хочет говорить с роботом, говорит переключите мне, на специалиста я буду разговаривать с живым человеком, проще говоря. Да, это обязательное требование, которое должно соблюдаться. И будет такая функция, которая такой доступ обеспечит. Да, если такой функции нет, то это нарушение законодательства в сфере возврата просроченной задолженности. Кроме того, вводится взаимодействие посредством сервиса госуслуг не более двух раз в месяц. Раньше этого не было. Сейчас взыскатель может взаимодействовать с должником не более двух раз в месяц, слать ему уведомление, сообщение посредством госуслуг. Также следует отметить, что у профессиональных коллекторских организаций они теперь подают сведения обязательно о наличии электронной почты. официальный. Также это все учитывается при включении, при введении перечня таких коллекторов. и кроме того, следует отметить, что при взаимодействии теперь сообщения, которые поступают посредством смс-сообщений, посредством каких-то других мессенджеров, ватсап, все это считается не отдельным сообщением, а полноценным одним взаимодействием. Вот, кстати, сколько должно быть таких полноценных взаимодействий через разные сервисы? Давайте вот, как вы сказали сейчас, и госуслуги, мессенджеры и электронная почта, и звонки, звонки операторов, звонки роботов, сколько их должно быть всего в месяц, чтобы не нарушить права граждан? Телефонные звонки, это у нас относится к полноценному взаимодействию робот-коллектор, интеллектуальный агент, сотрудник. Все это у нас относится к телефонному взаимодействию. Оно у нас регулируется частоту взаимодействия не более двух раз в неделю. То есть любой способ, да? Два раза в неделю. Да, два раза в неделю, не более одного раза в день. Сообщения у нас это текстовые посредством мессенджеров, посредством электронной почты, все это мы относим к сообщениям. Они у нас не более четырех раз в неделю, не более восьми раз в месяц. За превышение частоты взаимодействия идет административное наказание. Да. Ну все эти новшества когда вступят в силу, пожалуйста, скажите? Эти новшества посредством госуслуг, электронной почты, интеллектуального агента у нас поступают с 1 февраля 2024 года. А по взаимодействию с 2017 года действует. Скажите, пожалуйста, Алла, а вот только профессиональные коллекторские агентства будут взаимодействовать вот таким образом, вышеперечисленным, как вы сказали, в том числе и госуслуги, и смс, уведомления и звонки. Могут ли вот в этот список попасть, ну скажем, непрофессиональные коллекторские агентства? У нас будет отдельный перечень микрофинансовых организаций, микрокредитных организаций и банков, то есть кредитных организаций. Да, у нас будет отдельный перечень, мы его будем ввести. Кроме того, следует отметить, что если микрофинансовые или микрокредитные компании или банки хотят взаимодействовать с должником посредством судебного взыскания, то они нам подают уведомления, и они в этот перечень не входят. Но если они хотят осуществлять взаимодействие посредством взаимодействия, направленного на возврат, то да, мы включаем в их этот перечень. А каким образом вообще судебные приставы контролируют работу, мы сейчас говорим только о профессиональных коллекторских агентствах, да? Да, мы контролируем работу посредством плановых проверок, внеплановых проверок, документарных проверок. Сейчас у нас действует, так скажем, запрет на 2024 год на проведение проверок. Поэтому мы основной приоритет ставим на профилактику. Это профилактические визиты. У нас в 2023 году было осуществлено 13 профилактических визитов в организации. И также вносим предостережения, которые направлены на ненарушение обязательных требований. Ну вот, кстати, если есть цифры статистики, приведите их, пожалуйста. Вообще в прошлом году много ли было направлено требований и вообще люди часто берут кредиты вот именно в микрофинансовых организациях и часто ли к вам обращения поступают вот за нарушением прав граждан? Ну, проще говоря, все-таки идет тенденция на увеличение вот такого взаимодействия судебных приставов с коллекторскими агентствами либо все-таки на спад? По сравнению с 2022 годом, в 2023 году у нас поступило около 1100 обращений, а в 2022 году побольше, около 1500. То есть на спад идет все-таки, да? Ну, немножко, да, на спад. Опять же, на это влияет профилактика, информированность населения. Ну, и, наверное, просто финансовая стабильность, да? Более-менее. Наверное. Да, все-таки. Ну, давайте поговорим о том, на что все-таки является нарушением и как понять человеку, что его права нарушены. Что в первую очередь подразумевается под нарушением требований по взаимодействию с должниками? Если должнику звонит организация более двух раз, все, это прямое нарушение. И если посредством всех мессенджеров, опять же, происходит постоянная рассылка, нарушение, если на должника в ходе телефонных переговоров или отправление смс-сообщений оказывается психологическое давление, угроза, причинение ущерба. Но, опять же, тут мы немножко разделяем психологическое давление. Манипулирование, опять же, здесь нужно еще и доказать, что на тебя давление оказывается, понимаете? Поэтому здесь такая очень тонкая грань. И вот как понять, действительно, что твои права нарушаются, но ведь сразу, если такое понятие, да, звонит коллекторское агентство, ну все, сейчас начнутся угрозы. Человек, наверное, так подумает сразу. Потому что вот закрепилась почему-то, да, такая история такая за коллекторскими агентствами, что они должны добиться своего, они возвращают долги. Ну, опять же, стоит отметить, что они должны возвращать долги легальными способами. Ну, и напомнить гражданам о том, что не надо забывать, что надо... Долги-то возвращать. Да. Да, и желательно вовремя. Да. Чтобы не было в дальнейшем проблем, как подали в суд. Коллекторское агентство имеет право в рамках гражданского кодекса взыскать задолженность через суд. Так. Это уже ведет к последствиям работы по исполнительным производствам, наложения арестов. Поэтому надо не забывать о том, что надо платить долги. Скажите, а коллекторское агентство может обратиться за помощью к судебным приставам, и вы, в свою очередь, арестуете счета должников? Мы работаем в рамках 230-го федерального закона, а арест уже это в рамках 229-го. Это такая мера, которая применяется в рамках исполнительного производства. То есть, когда есть решение суда, судебный приказ, то там накладываются меры. Также одна из мер – это арест счетов. Поэтому здесь все честно и прозрачно. Не хочешь платить долги вовремя и официально, все-таки их придется заплатить, но уже через службу судебных приставов. Что делать, если коллекторское агентство или кредитор нарушает права при все-таки взыскании задолженности? Гражданин должен обратиться к нам в отдел по адресу город Самара, улицу Рицкого, дом 17. Также можно обратиться к консультации по номеру телефона нашего отдела 266-62-44, а также по номеру телефона горячей линии у главного управления – это 263-65-65. Кроме того, гражданин при желании может написать заявление, передать его либо нам напрямую по адресу главного управления, либо через сервис интернет-приемный, через сайт. Заявление пишется в свободной форме. Необходимо приложить в подтверждение своих доводов детализированный отчет, который предоставляется в личном кабинете сотового оператора бесплатно, скриншоты СМС-сообщений, скриншоты угроз, если гражданин считает, что да, это угроза, это психологическое давление, детализацию возможность номеров третьих телефонов, если осуществляются звонки, почтовые отправления. В общем, все то доказательство, которое мы можем приобщить в дальнейшем при выявлении нарушения в административное дело. Написать заявление о том, чтобы не звонили коллекторские агентства и не писали уведомления, не присылали сообщения и так далее и тому подобное. Вы сейчас это имели в виду? Нет, не совсем, это обращение, что по мнению гражданина коллекторское агентство нарушает его права и описывает. Мы... То есть запретить коллекторским агентствам звонить и посылать уведомления службы судебных приставов просто не имеет права? Нет, мы не имеем права. Мы только проверяем соблюдение требований 230-го федерального закона и осуществляем государственный контроль. Скажите, а вот если такая история происходит, коллекторское агентство позвонило гражданину и гражданин, соответственно, этот номер внес в черный список. Соответственно, коллекторское агентство будет звонить с другого номера либо больше звонки не будут поступать? Ну, скорее всего, коллекторское агентство может позвонить с другого номера, потому что у них не один номер в пользовании, а, как правило, несколько номеров рабочих. Но обращаем внимание, что номер телефона, с которого звонит коллекторское агентство, либо микрофинансовая организация, либо кредитная организация, должен быть официально зарегистрирован на юридическое лицо. Так. Вот это тоже информация. Очень просто проверить. Где, кстати? При обращении, которое пишет гражданин, он указывает номера телефонов, с которых осуществляется взаимодействие. Мы запрашиваем информацию, получаем ответ. Скажите, пожалуйста, Алла, является ли полноценным взаимодействием, когда, к примеру, сейчас, допустим, я коллектор, звоню вам, говорю, здравствуйте. Вы мне отвечаете, соответственно, здравствуйте. Вас приветствует коллекторское агентство, я хочу поговорить с вами о ваших долгах. Вы кладете трубку. Считается ли это полноценным взаимодействием? Мы каждый индивидуальный случай рассматриваем отдельно, потому что, как правило, когда происходит такое взаимодействие, когда должник не идет на контакт, то юридические лица начинают звонить с других номеров, чтобы выйти на контакт. Тут, если частота дозвонов превышает 10, 20, 30, более... Просто звонки, без ответа. Мы вменяем злоупотребление правом, потому что не предусмотрено секундное взаимодействие, но с 1 февраля там появляется формулировка, как полноценное взаимодействие. То есть юридическое лицо должно установить контакт. А контакт – это все-таки разговор, все-таки общение, да, все-таки какой-то результат от этого разговора быть должен, ну, хотя бы мысль донести, что все-таки нужно вернуть определенные долги. Коллекторские агентства у нас, организации злоупотребляют тем, что не прописано в норм законодательства, и начинают дозвоны в большом количестве, за что мы также пытаемся защитить права граждан и составляем протокол об административном правонарушении. Скажите, пожалуйста, Алла, если вам поступило заявление от гражданина, что нарушаются его права и коллекторы превышают предельные звонки, взаимодействия, как быстро вы реагируете на такие обращения граждан? Как быстро гражданину приходит от вас помощь? Мы реагируем незамедлительно, то есть к нам поступает обращение, мы сразу связываемся с гражданином по телефону, который указан для обратной связи, чтобы он предоставил какое-то подтверждение своих доводов. Кроме того, если не удается дозвониться, потому что гражданин не всегда знает, что это звоним мы, мы направляем ему запросы о предоставлении информации, обозначаем, что это мы, что нам необходимо, и продолжаем дальше работать. Каким образом лучше направить жалобу в службу судебных приставов? Каким удобно гражданину? Либо через интернет-приемную, через главный сайт официального нашего управления, либо напрямую по адресу принести лично. Мы примем заказную почту по адресу город Самара, улица Урицкого, дом 17. Ну и все-таки просто к заявлению, просто к обращению нужно в любом случае приложить доказательства, тогда у вас будет на руках какая-то доказательная база, вы можете полноценно взаимодействовать с коллекторским агентством. Кстати, вот как вы с ними взаимодействуете? Вы приходите, общаетесь с руководителем, либо звоните, либо направляете какие-то письма? И какие способы самые взаимодействующие? Мы не можем прийти просто так, поэтому у нас официальный профилактический визит. Мы уведомляем заранее за пять дней о том, что мы выйдем к ним. Юридическое лицо может выразить свое несогласие. Мы выходим и беседуем. То есть мы разъясняем, какие изменения внесены будут, что необходимо помнить, как взаимодействовать с должниками, чтобы юридические лица не забывали и не нарушали. Закон и порядок. Главное не забыть фиксировать нарушение, которое считает гражданин нарушением, для того, чтобы мы могли помочь доказать нарушение, составить протокол и внести штраф, чтобы впредь этого не повторялось. Также записывать разговор, делать скриншоты, детализацию, сохранять почтовые письма. Все это поможет нам доказать, либо если существует угроза причинения ущерба имущества жизни, мы взаимодействуем уже с МВД. Главное не забывать предоставлять доказательную базу, чтобы мы могли помочь. И направлять свои обращения в случае, если права нарушены, для того, чтобы мы помогли восстановить. Ну что же, спасибо большое. Служба судебных приставов следит за работой коллекторских агентств. Ну а как действовать вам, уважаемые должники? Я думаю, что решение придет к вам после нашего сегодняшнего эфира. Спасибо вам большое и спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу Город Эсс. Не копите свои долги, оплатите их вовремя. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова